Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Белорусский рубль готовится к девальвации. Лукашенко включил станок на полную мощность и это подтверждают фотографии, которые присылают белорусский народ к нам в телеграм-бот. Таких фотографий полный интернет, новые купюры с каждого банкомата, а это говорит о том, что у Лукашенко с экономикой совсем все плохо. Печатный станок не приведет ни к чему хорошему, только девальвация, а за ней и увеличение цен, и уменьшение заработной платы, и повышение доллара, естественно. Вода в Логойске шла зеленого цвета. То есть коричневый цвет уже не в тренде у лукашенковских бандитов. Они пустили по крану зеленую воду. А немного позже замироточил даже асфальт. То ли эта вода туда сходила, то ли оттуда какой-то другой состав идет. Это уже даже не шутка. То есть понимаете, да? Сначала коричневая грязная вода, которую белорусы прозвали кофем, а теперь зеленая. Люди из Борисова переживают, что центр города превращается в свалку. И переживают они уже не сегодня и не вчера, а довольно-таки давно. Посреди центра города вот такая вот картина маслом. Проблема в том, что Лукашенко не финансирует ЖКХ. И у ЖКХ попросту нет ресурсов вывозить этот самый мусор. И те конторы, которые подрядились, также от ЖКХ не получают денег. И выходит, что вроде бы как белорусский народ платит деньги за вывоз мусора. А мусор не вывозится. Кто виноват? Можно написать в комментариях. Славу Волка, того самого, о котором Байпол делал расследование и обвинил его в работе с КГБ, депортировали из Польши, что в принципе дает понимание, что он действительно имел отношение к белорусским спецслужбам. Вопрос только, сколько здесь таких КГБшников-засланцев Лукашенковского бандастага и почему они давали ему документы? Каким-то образом нужно проверять данные факты, ибо лукашенковских бандитов сюда придет намного больше, чем нормальных людей. Ведь белорусы не все могут уехать. Просто не имеют возможности. А КГБшники налегки. И снова на белорусских границах огромные очереди из автомобилей. Дальнобойщики. Самая большая очередь, естественно, на границе с Литвой. Вопрос только кому? Задают вопросы эти самые дальнобойщики и люди, которые стоят на этой самой границе. Обижаются на Евросоюз, что они закрывают границы с лукашенковским бандастагом? Или все же они понимают, что во всем виноват Лукашенко? И из-за его действий у Беларуси остается открытых все меньше и меньше границ. Не забываем, что эти люди живут в машинах. Их дома дети ждут, а они вынуждены стоять в очередях, потому что Лукашенко править хочет. Жители Житомира вышли на протесты в Украине. Из-за того, что они считают, что неправильно распределяются деньги. Сначала дроны, а потом плитка, а не наоборот. Местные жители заявляют о том, что, в общем-то, они не хотят видеть обновленную плитку на улицах городов во время, когда идет война. И я тут с ними, в принципе, солидарен. Все ресурсы должны идти на победу над оккупантом. И подобные случаи их немало, поэтому, как мне кажется, все деньги должны действительно идти на войну. Чем больше денег на войне, тем больше сохраненных жизней украинцев. И это важно. В приоритете. Украина впервые применила ракеты по российским войскам. Об этом сообщает американский журнал. По словам источника издания, в последние дни небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину. Чтобы вы понимали, эти ракеты имеют вот такую вот дальность. Израиль уже 11-й день обстреливает сектор газа. Сохраняется интрига о том, когда будет наземная операция. А с наземной операцией это отдельная тема. Ведь у Израиля сейчас есть дилемма, которую нужно решать. Либо идти наземной операцией по Хамасу и уничтожить его полностью и зачистить регион. Либо отступить, оставив Хамас в порядке, дать им возможность, чтобы они снова получали отовсюду гуманитарную помощь и финансовую поддержку. Через несколько лет они снова наберутся сил и опять нападут на Израиль. Поэтому тут интересная вилка. С одной стороны мировое сообщество, которое притормаживает Израиль. С другой стороны здравый смысл, который говорит о том, что нужно идти на Хамас. Что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Путин встретился с китайским лидером, где они пожали руки и друг другу мило поулыбались. Непонятно, были у них кулуарные встречи или нет. Но в любом случае надо не забывать, что Китай начал договариваться с Америкой. Что в общем-то не очень нравится Путину и поэтому скорее всего никаких кулуарных встреч попросту не было. Путин также и с премьером Венгрии встретился. Также не запланировано. И этот самый премьер Венгрии заявил о том, что они в общем-то очень сильно хотят улучшать отношения с Россией. И они не хотят накалять обстановку. Знаете как, рыба где глубже, человек, точнее премьер этот самый, где лучше. Он не понимает или не хочет понимать, что не ровен час и он окажется в положении Украины. И тогда ему точно никто помогать не будет. К этому деноцификатору возникают вопросы. По его шеврону. Если вы обратите внимание, то у него довольно интересный шеврон. Они вроде бы как пытаются деноцифицировать Украину. Только как нацисты могут кого-то деноцифицировать? Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что по призыву Путина нужно срочно увеличить в два раза рождаемость в России. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет доя. То есть то ли Слуцкий собрался увеличивать в два раза рождаемость, либо кто-то еще непонятно. Но в общем президент сказал, что сейчас они там в ЛДПР начнут совокупляться. Ну вдруг размножаться будут. 54% героев СВО имеют ампутированные конечности. Об этом заявили официальные источники Российской Федерации. Мы в еженедельном режиме мониторим, значит, как я уже говорил, сроки и рекомендации по всем ИПРА в отношении участников СВО. Я не буду называть в открытом доступе открытые цифры по количественному составу. Но хочу сказать, что признанный инвалидом с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. То есть больше половины оккупантов вернулись домой бесконечности. Ну как вы понимаете, поддержки никакой, а это по факту. Человек, который не в состоянии работать. А еще не забывайте, что у него травмы после этой самой войны. Плюс осознание, кем он является, по факту. Также на него влияет. И вот вам контингент. Россия возит ракеты из Северной Кореи. Именно эта информация была несколько месяцев назад, что Путин встречался, чтобы вооружение получить. Он рассказывает о том, что ракеты у него дохренища, вооружение море. А сам вынужден на коленях ползать перед Северной Кореей. Секундочку. Северной Кореей. У него реальные проблемы на фронте. И это уже чистейший факт. У российской пропаганды деменция. Сейчас объясню, что я имею в виду. Несколько дней назад вся белорусско-русская пропаганда рассказывала о том, что Израиль плохой, а Хамас вроде бы как не очень плохой. Через несколько дней русская пропаганда тут же переобулась и начали рассказывать о том, что это Хамас плохой, а Израиль хороший. Соловьев даже вроде как готов был воевать за Израиль. Прям так и сказал. А уже сегодня он снова переобулся и сказал о том, что Израиль хреновый, потому что Украину поддерживает. А так вроде как неплохо, но в общем переходите на нашу сторону и мы будем поддерживать любого. Хоть террориста, хоть не террориста. Главное будьте с нами. Россия ненадежный друг. То есть если ты с ними, они за тебя и будут в пропаганде рассказывать, что ты милый, нежный и пушистый. Даже если ты сторонник Хамаса. А если ты против российской оккупации украинских земель, то даже если на тебя напали, убили мирных жителей и истязали их, все равно выходит, что ты плохой. Как я должен относиться к Израилю, если Израиль никак не осудил несколько тысяч граждан Израиля, которые воюют на стороне украинских нацистов?